Средства для окрашивания и выпрямления волос связались с повышением риска рака груди. Медицина 13-14-05 ДЕК. 2019. Сложность 3.7. Средства для окрашивания и выпрямления волос связались с повышением риска рака груди. Скотт Билгрим vs. The World. Universal Pictures. 2010. 2010. Американские ученые выяснили, что использование стойкой краски и средств для выпрямления волос связано с повышенным риском развития рака груди у женщин. Для этого они проанализировали данные о более 47 тысячах американок, за время наблюдения 2794 из которых диагностировали рак молочной железы. Риск развития заболевания был повышен как для теннокожих, так и для белых женщин, а причина такой связи может быть в используемых в косметических средствах канцерогенных и гормональных веществах, пишут ученые в International Journal of Cancer. Основное красящее вещество стойкой краски для волос это изначально бесцветные ароматические амины, которые дают волосу нужный цвет после связывания и окисления. Согласно исследованиям, некоторые из используемых в красках ароматических аминов, например, 4-амина-бифенил, токсичные и канцерогенные, с учетом возможной поверхности контакта с веществом, кожей головы или рук, и воздействия летучих веществ использовать краску для волос, поэтому, может быть потенциально опасно. В частности, исследования ранее уже показывали связь между краской для волос и риском развития рака груди, а использование содержащихся в таких красках веществ в экспериментах с лабораторными животными даже приводит к развитию у крыс опухоли молочной железы. Тем не менее, для точного заключения об опасности красок для волос все же не хватает крупных популяционных исследований, которые обычно помогают учесть и исключить все потенциально влияющие на результат побочные переменные. Александра Уайт Александра Уайт Участницы проекта почти 50 тысяч женщин, у сестер которых был диагностирован рак груди. Использование сестринской выборки позволяет контролировать генетические факторы и факторы общей окружающей среды таким образом, что можно достоверно оценить влияние только факторов индивидуальных в случае, если рак груди диагностируют у самих участниц. Всего выборку попали 47 650 женщин. Каждая из них сообщила об использовании в течение последних 12 месяцев краски, а также средств для выпрямления волос, многие из них содержат производные формальдегида известного канцерогена, который используется для изменения и улучшения механических свойств волоса, в частности выпрямления. В исследовании учитывалось только использование средств в домашних условиях, женщин, которые работали в салонах красоты, из выборки исключили. Из всех участниц 55% сообщили об использовании стойкой краски для волос, а 9,9% об использовании средств для выпрямления. Помимо этого ученые также использовали данные о здоровье участниц и их детях, информацию о наступлении менопаузы и социодемографические данные. В частности, ученые уделили особое внимание этносу участниц, считается, что афроамериканки из-за преимущественно жесткого и сильно вьющегося волоса темного цвета чаще пользуются средствами для выпрямления волос и краской, тем самым подвергая себя большей потенциальной опасности. За 8 лет наблюдений после изначального сбора данных рак груди диагностировали у 2794 участниц. Среди женщин, которые пользовались краской для волос, риск развития рака груди был выше, для темнокожих женщин на 45% выше, а для светлокожих на 7% выше. При этом использование средств для выпрямления волос повышало риск развития рака груди на 18% независимо от этноса. Риск развития рака груди значимо. P равно 0,02, рост с увеличением частоты использования средств для выпрямления. Также наблюдалась и связь между риском развития рака груди и применением средств для волос на других людях в домашних условиях, риск возрастал примерно на 28%. Авторы работы пришли к выводу, что косметические средства для выпрямления и окрашивания волос играют важную роль в развитии рака груди у женщин, существенно повышая риск. По-видимому, входящая в состав ароматические амины не единственная тому причина. Повышенный риск развития рака груди среди афроамериканок объясняется тем, что средства для темнокожих женщин, согласно результатам токсикологических исследований, содержат больше эстрогена и эндокринных разрушителей. Разумеется, напрямую состав используемых средств и то, сколько в действительности вещества попадало на кожу участниц или в их дыхательные пути, ученые не оценивали это необходимо будет сделать в дополнительных исследованиях. Проблема использования в средствах для волос токсичных и потенциально известна канцерогенных веществ, озабоченные химики. Например, в прошлом году коллектив ученых из Великобритании придумал способ создания нетоксичной краски из черносмородинового жмыха. Она достаточно стойкая, выдерживает 12 циклов мытья головы и дает волосам насыщенный синий-фиолетовый цвет. Елизавета Евтушок Продолжение следует...